Самым ярким событием в республике на этой неделе явился шквал публикаций федеральных сайтов о возбуждении уголовного дела Следственным комитетом в отношении истории с расселением ветхого жилья 5-6 достаточно крупных изданий, включая компромат.ру, дали материал на эту тему Прямо скажем, материалы очень резкие, увязывается напрямую деятельность Филиппова и лично Хамитова И выстроено это все на том, что обнаружилось, что на документах, которые стали отправной точкой для всей этой аферы стоят личные подписи главы республики Этот факт, конечно, ситуацию меняет кардинально Потому что здесь уже личное участие главы, который у нас всегда норовит от каких-то скандальных историй дистанцироваться в стиле «я не я, лошадь не моя» Здесь уже совершенно очевидно, что лично Хамитов подписывал Лично он знал, сказать о том, что он не в курсе, уже не получится Да и то, что господин Филиппов был личной креатурой Хамитова, известно всем Единственное, что это было трудно доказать документально Теперь, наверное, спорить с этим будет сложно Будет достаточно любопытно понаблюдать за тем, насколько Следственный комитет проявит принципиальную позицию в этом вопросе Вызовет ли он на допрос господина Хамитова Будут ли ему предъявлены какие-то обвинения, потому что, как теперь выясняется, он стоит на вершине этой пирамиды, этой истории Понятно, что деньги, которые были дважды освоены и фактически похищены из федеральных источников Деньги эти были распределены между преступной группировкой Будем предполагать и надеяться на то, что следственные органы проявят должную принципиальность И дадут объективную оценку этому преступлению Надеемся, что справедливость восторжествует 13 октября приключилась совершенно комическая история В Башкирии, это в Куиргазах местные жители заявили митинг в поддержку Путина Который был запрещен И кроме того, к организаторам и участникам митинга были применены репрессии в отношении организаторов и участников Составлены административные протоколы и так далее Как говорят очевидцы, полицию аж трясло, когда они составляли этот протокол И заполняли все нужные графы и пункты о том, что, дескать, мол, митинг-то за Путина Но вот за это они получают административные наказания и так далее В общем, как говорил Абас Радикович, когнитивный диссонанс в Башкирии обеспечен Я очень рассчитываю в этой связи на то, что люди, наивно полагающие, что Путин может хоть как-то нормализовать ситуацию в Башкирии На самом деле бесполезен Потому что, конечно, Путин прекрасно знает, что творится в Хамитовской Башкирии Конечно, Путин знает даже больше, чем знаем мы наверняка Учитывая его возможности оперативно-розыскной деятельности и те механизмы, которыми он располагает Но то, что он знает и бездействует, лишний раз говорит о том, что, конечно, федеральную власть устраивает вот такой Хамитов, которого мы здесь имеем А вот этот запрет на митинг, это, конечно, такая, скажем, печальная глупость очередная, совершенная уже со всеми местными властями Которые с перепугу запретили этот митинг Хотя, насколько я знаю, Куэргазинская администрация долгое время сопротивлялась командам из нашего Белого дома Ну, командам на немедленно пресечь подготовку этого митинга Потому что кому-то в Белом доме показалось, что на самом деле этот митинг не за Путина, а против Хамитова Ну, это такая уже даже не столько паранойя, сколько, наверное, уже психоз Когда любое социальное движение, они воспринимают свой адрес Ну, в итоге, конечно, получили вот такую вот трагикомическую ситуацию 12 октября Дмитрий Анатольевич Медведев, премьер-министр правительства Российской Федерации Распределил дополнительные 10 миллиардов рублей между регионами Российской Федерации На цели ремонта и обустройства автодорог Примечательно, что Республика Башкортостан из этих денег ни копейки не получила Тут, конечно, можно делать печальные выводы Можно обидеться на Дмитрия Анатольевича Но, вероятнее всего, причина в том, что последний год-полтора Федеральный центр окончательно убедился в бесполезности направления финансов на ремонт башкирских дорог Потому что практически целиком они крадутся Последние скандалы с несуществующим щебнем В завозимом гигантском объеме на ремонт трассы М-5 Все бесконечно многочисленные истории Связанные с отставленным вице-премьером Ильясом Мунировым Который курировал строительство и строительство дорог Продолжающееся следствие Все это, видимо, неблагоприятствует к тому, чтобы Дмитрий Анатольевич выделил нашей многострадальной республике Еще один-два миллиардика на то, чтобы последователи Ильяса Мунирова благополучно прикарманили их Но то, что республика осталась без дополнительного финансирования, конечно, очень плохо Это говорит о том, что нет шансов в принципе на то, чтобы изменилась ситуация в дорожной сфере республики И только, наверное, кардинальное изменение состава людей, которые этим занимаются, может на что-то повлиять В прошедшую пятницу в Октябрьском суде состоялся суд по делу Лилии Чанышевой, координатора штаба Навального в Уфе Ее обвиняли в организации незаконного шествия от Дворца спорта до Горсовета 7 октября Обвинения, прямо скажем, были весьма сомнительные, потому что я присутствовал на этом мероприятии И, честно говоря, признаков массового мероприятия было совсем немного, если они вообще были Потому что плакатов не было, звукоусиливающей аппаратуры не было И вся аргументация полиции сводилась к тому, что девушка тихим голосом вскрикнула Пойдемте на горсовет Ну, естественно, у полиции было сразу же там 15 готовых свидетелей, значит, как обычно Качество которой, кстати, подвергалось сомнению в суде Полиция представила в качестве доказательства скриншот с сайта штаба Навального Что само по себе, кстати говоря, незаконно, потому что скриншот должен быть еще и заверен нотариально И должен быть составлен акт осмотра страницы Ну, наша полиция об этом вообще даже не знает Адвокат у Чанышевой был неплохой, он обратил на это внимание, кстати говоря И, в общем-то, самым удивительным в этом суде было не то, что Лилия не пришла на суд Хотя, наверное, это было ошибкой А удивительным был приговор В отличие от всех предыдущих дел по митингам, которых было много у нас в последние недели Приговор был нестандартным Значит, Лилию Чанышеву приговорили Несознательные работы и труд на Соловках должен был помочь кулакам и несознательным попам Значит, встать на путь исправления Очень мне не понравилась эта фраза Глупая, архаичная, наглая и так далее В общем, конечно, посмотрим, как Лиля будет справляться с этим приговором Надеюсь, что она сможет Приведение в исполнение этого приговора превратить в фарс, который только подчеркнет глупость этого решения На прошедшей неделе неожиданно в должности был восстановлен Фергат Байрамгулов, лидер Конгресса Башкирского народа Напомню, что он был уволен с должности главврача Республиканского перинатального центра Там вокруг этого центра его объединение с четвертым роддомом Очень нехорошая история В которой непосредственно завязан вице-премьер правительства Сагитов И вот случилось такое неожиданное восстановление в должности Это, конечно, вызвало массу вопросов И в первую очередь, каким образом господин Байрамгулов теперь будет совмещать свою активную деятельность в Конгрессе Башкирского народа И замещение столь ответственной должности в государственном медицинском учреждении Посмотрим Я надеюсь, что это не явилось неким актом подкупа Не является попыткой откупиться от башкирских активистов Которые, в общем-то, свою повестку обозначили несколько иначе, нежели восстановление в должностях обиженных, высокопоставленных врачей и специалистов Ну, будем посмотреть Если степень активности этой организации резко уменьшится, значит, худшие наши опасения подтвердятся Если они продолжат свою деятельность, значит, действительно, у них есть некий стержень Некая способность эти задачи доводить до конца У нас такой произошел интересный случай В Башкирии последние годы очень модно попадать во всякие рейтинги руководителям Значит, там лучший руководитель муниципалитета, лучший мэр, лучший там дворник и прочее-прочее Хамитов в этот раз попал в рейтинг расточительности Заняв почетное третье место в России, получив при странных обстоятельствах в подарок от Башспирта автомобиль Мерседес Бенц Стоимостью 7,7 миллиона рублей Который был, собственно говоря, еще и доработан под, как указано, физические особенности Рустема Хамитова Подогревы подлокотников, всевозможные приятные штучки В общем, Рустем Закеевич при всем своем кажущемся аскетизме Очень даже не чужд вполне себе буржуазной роскоши Это достаточно, ну, позорная, скажем так, история Потому что, без конца говоря о скромности, умеренности И призывая к этому окружающих и жителей республики Сам Хамитов гоняет, значит, на чрезвычайно дорогом автомобиле Который занимает третье место в России по стоимости среди покупок госструктурами В общем, конечно, противная история Митинги, митинги в Башкирии у нас в последнее время Новостная повестка о дне митинги Не осталось в стороне и забавно известный депутат от партии «Зеленых» нашего госсобрания Руфина Шагапова Она учудила митинг у Дворца Химиков в защиту Непейцевского парка В общем-то, дело-то благое Но вот те средства, которыми она это дело реализовывала И те обстоятельства, при которых это все случилось Вызывают массу вопросов и усмешек Действующими лицами митинга было 30-40 фотомоделей из агентства «Статус» Но я не знаю, что повергло Руфину Шагапову на подобные кадровые решения Но это было действительно смешно Видимо, других желающих не было Или эти брали дешевле остальных Кроме того, Руфина заняла место обманутых дольщиков Которые хотели устроить митинг именно в это время на этом месте И мне что-то подсказывает, что на самом деле истинными задачами госпожи Шагаповой Было не устроить митинг из фотомоделей А не дать возможности митинговать обманутым дольщикам Вот это на самом деле уже не смешно, а печально Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok